МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Десногорске состоялся шестой литературно-музыкальный конкурс «Православная моя Русь». А теперь об этих и других событиях подробнее. Правительство Российской Федерации поручило Министерству внутренних дел и Минтрансу разработать предложение по возвращению штрафов за превышение скорости на 10-20 км в час. Отмечается, что соответствующие поручения были даны по итогам заседания Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Они должны быть выполнены до 1 марта. Кроме того, по результатам заседания ведомства должны до 1 февраля 2019 года подготовить предложение по усилению ответственности за использование поддельных или не считаемых автомобильных номеров, а также за нарушение правил стоянки и остановки. До 2013 года в России штрафовали водителей за превышение скорости более чем на 10 км в час, а затем допустимый порог увеличили в два раза. 13 декабря представители церкви, органов власти и общественности собрались за круглым столом. На повестке духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Каким решением пришли участники совещания, выясняла наша съемочная группа. Круглый стол стал продолжением рождественских встреч, которые прошли в начале декабря в областном центре. Такой формат совещания, где за одним столом представители различных сфер, руководство города и духовенства стал новшеством для нашего города. Все они собрались, чтобы совместно выбрать направление работы с подрастающим поколением, определить ориентиры для развития в молодежи нравственности и патриотизма. Но прежде всего обсудить, как помочь ребенку справиться с проблемами. Поднималась и такая щепетильная тема, как самовольный уход из жизни подростка. И хотя детский суицид – нечастый случай в нашем городе, об этом все равно обязательно нужно говорить. Это профилактика, в первую очередь. То есть мы должны работать на упреждение, не ждать, когда случится беда, и потом начинают разбираться, искать, кто прав, кто виноват. Вот когда есть системная работа, такие вещи не происходят. По мнению главы, только активный диалог и совместная работа с молодым поколением помогут решить многие проблемы. Церковь также обеспокоена психологическим состоянием вокруг ребенка в нашей стране. Епископ Рословский и Десногорский Милетий признался, что самое страшное и сложное решение лично для него – это решение об отказе на отпевание ребенка-самоубийцы. И отметил, что зачастую решение уйти дети принимают не сами, а под влиянием со стороны. Дети из благополучных семей, порой даже из семей, которые очень заботливые, любящие. Но случается такая трагедия. Почему? Потому что кто-то что-то где-то надавил на психику ребенка, и случилось то, что случилось. Об этом нужно говорить. И слава богу, что сегодня об этом говорят на всех уровнях власти, на уровнях общественных организаций. И я думаю, что сообща мы с вами сможем максимально минимизировать эту проблему, связанную с детскими суицидами. Педагог-психолог средней школы номер 2 Наталья Преснякова призвала всех участников круглого стола в первую очередь прислушиваться к детям и не оставлять без внимания даже самые малейшие изменения в поведении ребенка. Ведь порой это может спасти их жизнь. Когда ребенку плохо, и когда мы видим, что он делает какой-то крик, помощь зовет, пусть это жесты, пусть это разговор, пусть это крик какой-то, его нельзя оставлять одного. Еще раз подчеркиваю, есть правило трех П. Понять, принять, поддержать, какой бы он ни был и что бы в этот момент не происходило. И тогда, возможно, проблема невозможна, она будет решена. Участники диспута единогласно сошлись на том, что только совместная работа всех взрослых поможет детям стать лучше, увереннее в себе и справиться с любыми жизненными трудностями. Они договорились объединить усилия в данном направлении и сделать все, чтобы молодежь чувствовала себя комфортно и безопасно в Десногорске. В завершении круглого стола владыка Милети преподнес в дар Десногорской администрации семистрельную икону Божьей Матери. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В регионе появятся два международных пункта пропуска для иностранцев на границе Смоленской области и Республики Беларусь. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции. Он ответил на многочисленные вопросы представителей федеральных, региональных и районных средств массовой информации, интернет-изданий и блогеров. Впервые в этом году во время пресс-конференции на связи были и главы всех районов области, которые могли, в случае необходимости, дать ответы и пояснения. Еще одним новшеством стала прямая трансляция в интернет. Проект «Мы, граждане России» продолжает свою работу. В Смоленской области сотрудники полиции вручили паспорта людям, получившим долгожданное гражданство Российской Федерации. Для участников мероприятия, получивших паспорт, прозвучал гимн, после чего им был вручен основной гражданский документ. Полицейские пожелали новоиспеченным россиянам быть честными и достойными гражданами Российской Федерации, чтить и соблюдать законы, следовать традициям страны. Также их призвали быть готовыми к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. Для участников церемонии это особо волнительный и радостный момент в жизни. «Было принято решение переехать в Россию, чтобы ребенок получал образование и уже адаптировался в Российской Федерации. Точно так же переехал муж, я, понятное дело. И мы планируем всю семью тоже перевезти в Россию, в город Смоленск. У меня ребенок пошел здесь в школу в первый класс в этом году, я устроилась на работу, муж тоже работает, поэтому мы стараемся быть полноценными гражданами Российской Федерации. Мой муж гражданин России, на данный момент уже ребенок гражданин России. Естественно, я получила гражданство России. Мне все нравится, меня все устраивает, очень хорошо, доброжелательные люди, все отлично». По окончании мероприятия сотрудники полиции довели до граждан информацию о преимуществах использования единого портала государственных услуг для оформления заграничных паспортов. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Обезьянки-крошки – новое пополнение коллекции Смоленского зоопарка. В вольерах эколого-биологического центра поселилась пара беличьих саймири. Они прибыли в Смоленск из влажных тропических лесов Южной Америки. Эти обезьянки родились в дикой природе. Сейчас саймири привыкают к новым условиям обитания. Они уже узнают своего смотрителя и не пугаются соседей. В планах зоологов пополнение популяции. Так как сейчас приобретены две самочки, то в следующем году Смоленский зоопарк начнет изыскивать средства для того, чтобы в стае появился самец-вожак. На протяжении двух дней в Десногорске проходил шестой городской литературно-музыкальный конкурс «Православная Моя Русь». В нем приняли участие воспитанники всех образовательных организаций города. Наша съемочная группа побывала на конкурсном дне дошкольников. Как малыши боролись за победу, смотрите в нашем сюжете. «Православная Моя Русь» Детский сад «Дюймовочка» ежегодно участвует в конкурсе. В этом году они решились на эксперимент. Вообще этот конкурс предразумевает возрастная категория от 5 до 7. Вот мы готовили детей, которым 4 года. Это очень тяжело, я очень сильно переживала, как никогда. Хотя это не первый конкурс для нас. Но они справились, они молодцы. То есть они оправдали мои надежды. Саша Старчак и Руслан Арбузов, девочка и ангел просто покорили зрительный зал. А в ангелах я знала, что у них есть гули на руке. Можно сказать, что у них ручки вот там, вверх. Но вообще важные. А сложно играть ангелы? Нет. Все ребята очень старались. Каждый участник выделялся своими талантами. Кто-то пел, кто-то рассказывал стихи и показывал сценки. Кто-то играл на музыкальных инструментах. А некоторые совмещали это с танцем. Да и вообще малыши ловко сплетали разнообразные жанры в одном выступлении. Конечно, все волновались, но никому этого не показывали. Многие вышли в этот день на сцену впервые и испытали чувство первого в своей жизни триумфа. Я чувствую, что я такой главный тут один, такой хороший, такой первый, такой сильный. Я звезда вышла на сцену. Я самая лучшая. Родители на протяжении всего конкурса не находили себе места от волнения за своих чат. Мы волновались, конечно, переживали за него. Это же все-таки ребенок. Он может и уронить, и забыть, и сам испугаться еще больше, чем мы. У него все получилось. Все получилось. Молодец, не растерялся. Все хорошо, отлично. Мы очень рады за него. Основная цель православного конкурса – духовно-нравственное воспитание детей, сохранение национальных русских традиций, развитие творческих способностей детей. Но главное, чтобы дети нашли и сохранили в своих сердцах и душах веру, веру в добро и сострадание. Комитет по образованию и православный центр Десногорска делает все возможное, чтобы помочь подрастающему поколению самореализоваться через подобные конкурсы. Награждение победителей и призеров состоится в течение 10 дней после завершения конкурсной программы. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ. Реальность и фантазия городского пейзажа. Культурно-выставочный центр имени Тенишевых представил выставку живописных произведений Владимира Еленецкого «Осень-зима». Она приурочена к 40-летию творческой деятельности и к 65-летию со дня рождения современного российского художника. Она включает в себя как уже известные полотна, так и новые. Владимир Еленецкий – современный художник русской провинции. Его любимая тема – Смоленск, с которым после окончания Суриковского института его соединила судьба и который стал источником вдохновения. Композиции Еленецкого легкие и изящны. Они естественны даже при самых немыслимых построениях, рождаются как бы сами собой, без видимых усилий. Но за легкостью видны огромные затраты мыслительной и душевной энергии. 15 декабря в Десногорске состоятся два масштабных спортивных мероприятия. В 11.00 детско-юношеско-спортивная школа приглашает всех любителей спорта на межрегиональный турнир среди юношей и девушек, посвященный 40-летию дзюдо в городе Десногорске. А баскетболисты «Динамо Росэнергоатом» САЭС принимают на своей площадке лидера открытой лиги Смоленской области команду «Большой» из Смоленска. Приглашаем жителей Десногорска поддержать наших спортсменов. Начало матча в 11.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Помимо этого, 15 декабря в 12.00 состоится торжественное открытие первого кинозала в Десногорске. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить эти события. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok